мы начали на самом деле можете как бы задавать любые вопросы вообще на любую тему связанную именно с развитием можно прямо задавать вопросы провокационные прямо а с чего я взял что это я или откуда я вообще-то знаю можно ли мне доверять да все что угодно любая критика тоже там как-то по 2 вопросы с подвохами это люблю я просто вы тогда мне дадите возможность многим людям дать через видеообъяснение потому что я объясню сейчас это вам и не это все увидите первый вопрос задать по поводу вашего в интернете вы читали нет еще не читал я перед тем как ты решил этим тоже вот хотел задать вопрос такой не знаю о той информации которая там описано под силу ли каждому управлять внимание насколько быстро может под силу каждому но смотря с какой стороны на это смотреть потому что это то же самое что вы мне зададите вопрос александр а вот возможно мне сейчас вот взять грядку и за день на собирать я не знаю там морковку со всей грядки как бы ну и вы понимаете что это возможно любому человеку я понимаю но извините но у кого-то есть лень и кто-то допустим будет лениться и не захочет хотя он имеет на это возможность то есть любой имеет на это возможно другой человек не решился потому что он боится земли то есть ему объяснили что вот вот твое решение он понимает что ему это нужно это скажется на его судьбе на его будущем на его семье еще на чем-то но все равно не решается потому что он просто боится земли и в итоге он так долго к этому шел и мы тоже сказали как это просто сделать что это нужно сделать сейчас собрать эту морковку и он боится не решается может быть такая ситуация что человек обманывает сам себя то есть ему берут и говорят ты эту морковку на грядке то есть технику допустим внимание не важно должен собрать в это воскресенье в час дня а люди у них как раз отличие можно сказать от не этих других людей которые высокоразвитые отличие самое первое какое то что люди они такие как ветер то есть как время перемен то есть компьютеру если ты ставишь задачу разбудить тебя завтра в 9 утра компьютер жить я разбудит 9 утра уже не скажет что извини этом футбол смотрел я проспал уже не скажет твой а я думал что ты может не пойдешь туда куда тебе нужно или ой я тебе сказала ты как-то там вроде сказал что те и ты меня услышал мне так показалось то есть вот что такое люди они сегодня говорят тебе что и они тебя любят а потом им что-то в голову приспичило того что им приснился сон и завтра не готовы тебя убить этот человек и так же как раз и с техникой ты им берешь и говоришь тебе нужно собрать морковку в понедельник а и воскресенье в час дня и человек берет делает это все приходит и возмущается дать не получилось я такой вы точно делали то что я сказал да 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 точно еду ну хорошо давайте посмотрим делали воскресенье да я говорю а в какое время такое сейчас дня я бы хорошо то есть вы реально вот наградки все собрали да только извините я не на этой грядке собирал я решила другой ну извините то есть люди думают что это не так важно ошибка людей что они думают это не так важно это то же самое что ты берешь человеку говоришь купи мне воды он берет и приносит мне лимонад и я говорю такая подожди я спросил тебя воды а почему ты мне принес лимонад ну ты же хочешь пить какая тебе разница я такой говорю извини ты сейчас сам додумал я не говорил для чего мне это вода ты вообще не имеешь представления и помимо этого ладно если бы ты мне сообщил что нет воды и пришел бы без воды то что была такая поставлена цель и не нужно никакой самодеятельности так ты еще помимо этого сделал что-то другое вот это люди делают но каждый второй человек каждый второй я беру говорю нужно делать сидя это я решил лежа мне так удобней так в этом то и тема что надо делать сидя потому что неудобно потому что люди они живут как они привыкли к старому а чтобы стать сильнее нужно перейти через самого себя до переступить через самого себя то есть если ты привык всегда есть вкусное и спать допустим много то понятно что если ты вдруг что-то хочешь себе изменить то что тебя проблем с здоровьем то конечно я тебе скажу нужно поспать по-другому и другим питаться вот иначе все равно нет я же хочу мне же так удобней так нет он не понимает что в этом то и суть что если он будет делать не так как он хочет а так как ему сказал специалист потому что у специалиста опыт и у него это в практике работает и он сам себе результат то есть понятно что он дает стоящую информацию то есть если я сказал нужно так питаться если ты так будешь делать все будет хорошо но человек думает что он будет больше прав то есть он слушает себя но так если ты слушаешь себя то ты посмотри что тебя окружает если ты считаешь что ты правильно мыслишь как делать бизнес как общаться с людьми как с тем-то знакомиться как сидеть за своим здоровьем то вот твой результат вот раз ты уже ко мне обратился значит тебя все что тебя окружать не устраивает значит ты должен не слушать свои больше мысли какие у тебя там в голове то что ты уже вижу результат а послушать мои если ты видишь мой результат как пример вот и все и также люди делают ошибки когда система социум навешивает на вас посторонней мысли то есть допустим у вас есть родственники есть друзья знакомые и они допустим говорят нет не общайся с этой девушкой которую тебя появилась она нехорошая она плохая на тебя обманет или тебе еще рано или еще что-то будет тебе навязывать допустим тебе навязывает это друг какой-то а ты сразу проанализируй а у него есть семья а у него есть девушка анализируешь нет а почему ты должен его слушать если он дает тебе формулу которую него нет но ты же видишь результат и получается как что ты должен проанализировать и понять лучше послушать того у кого есть семья вот и наверное скажет точно что-то стоящее так и во всем и получается как что если я человеку говорю как нужно работать и вдруг он послушал своих каких-то там однокурсников что ему сказали что не нужно так работать то я говорю на кого ты слушаешь но они же пять лет мучаются и даже ни к чему не придут а ты в данный момент знаешь меня уже тоже пять лет но ты видишь результаты тебе уже сколько раз помогаю а ты все равно послушал их почему послушал конечно они чаще оказывают на тебя влияние ты чаще видишь чем меня может они для тебя больше авторитета потому что для тебя важно их мнение потому что ты всегда в их кругу потому что ты с ними учишься но извините если тебе это важно то есть если ты преследуешь цель не работу о мнении окружающих то конечно слушай их оставайся вместе с ними вот и все то есть все математика ничего больше и все внимание кто-то внимательный кто-то невнимательный так поэтому ваш вопрос на тему управление вниманием то есть может ли это каждый делать и научиться вообще любой только извините кто-то испугается кто-то обманет меня и себя кто-то еще что-то придумает и он даже сам этого не поймет он все равно будет утверждать что желание у него есть но он будет проклинать себя и весь мир и всех что что-то не получается хотя он будет просто не по ним он не поймет что если ему сказали нужно пить по стакану воды в день он пьет два не будет понимать что он делает плохо почитает какая разница так и те же это внимание какая разница сколько пива воды потому что это не человек у них нету вот четкого нет конкретики они никогда вас не разбудит с ними можно догадаться встретиться завтра их уже нет это человек это еще в облаках спасибо еще такой вопрос смотрел внимание то есть есть энергия как зависимости от дня и ночи для человека человека появляется эта энергия это внимание то есть ночью больше либо ночью она лучше либо днем какая-то отрицательная или положить я бы как на этот вопрос ответил с вашей позиции то как вы развиты конечно я вам подачиваю на тему того что внимание то есть энергия если с моей позиции смотреть что в принципе энергии нет вообще но и и вообще нет то то есть это людям так удобно это пока называть и не к этому пришли до этого люди вообще тоже и энергия слова не готовы были принять это отвергали но сейчас цели это принимать а потом придут к тому что ее нету но сейчас если об этом буду говорить публично все скажут что я совсем с ума сошел хотя на самом деле у меня есть этому объяснение все стараюсь это доказать все пишу пишу каждый на эту именно тему но поэтому если что-то выбрать мы обсуждаем или внимание или энергию то конечно я отвечу если пообсуждать на вашем уровне энергию то конечно я сразу скажу что заметил я и все люди что ночью людям комфортнее всем особенно творчеством людям или людям как раз у которых свободное внимание есть они тогда начинают творить что-то создавать изобретать что-то новое открывать для людей для себя и почему это происходит потому что система она как природа начинает просыпаться утром начинает выползать насекомые начинают расцветать цветы растения распускаться все начинают петь птицы петухи кричать да то есть вот система просыпается и в это время должны просыпаться люди тогда они системы у них все будет хорошо то есть здоровье будет у них они должны вместе вот так хоп и проснулись и вот идет движуха вот идет вот это все материальное в чем мы живем и потом когда это все засыпает выключается на что было за потрачено все внимание то внимание наше освобождается на собирается в одну точку на отключается всех внешних факторов человек и человеку становится легче все и как раз он ложится что ложится спать и происходит это как что когда заходит солнце когда люди начинают представить что-либо делать когда они начинают отключаться от этой системы то конечно человеку становится легче но я бы не сказал что это легче человеку становится от того что все все выключается человеку легче становится то что в принципе он выключается то есть его внимание освобождается внешних факторов он сел на стуле допустим час 2 часа ночи тишина покой до внимание ни на что не тратится он не слышит соседей он не отвлекается на допустим интернет телевидение почти там никого нету как пример это остался наедине с самим собой в комнате где угодно с иском бумаге вот он начинает творить и конечно у него внимание собрано в одну точку и вот у него пошел процесс возникания каких-либо вопросов себе жизни то есть вот он свободный то есть даже мысли же это тоже блоки меня тоже мысли могут уйти то есть человек способен спокойно попасть некомендативное состояние от чего он будет наедине с самим собой тогда он может родить целую кучу новых открытий так это все происходило но конечно кто-то не может настолько сам то есть это же не специально ли делать кто-то открывается ночью не так сильно кто-то сильнее то есть это зависит еще от человека как это происходит есть вы сейчас ваше внимание россии на россии на куда на какие-то точки раз два три четыре вот четыре точки то есть это что это социум система и ваше внимание как присоски приклеены к этому ко всему это может быть все что угодно каждый день что-то новое данный момент может период вашего времени ваше внимание больше всего тратится на работу вот сука сер внимание на семью на здоровье потому что вас это мучает то есть провоцирует ваше внимание чтобы об этом думали плюс еще что-то какие-то не другие вот ваше внимание на это россии на все ваше внимание занято полностью что происходит дальше у этого каждого внимания есть какой-то номер как бы как уровень силы серьезности для каждого человека это что-то свое вы допустим я называю один два три четыре то есть это по уровню сложности нити жизненной ситуации то есть в системе программы которые крадут ваше внимание и получается как что если что-то появится ниже 1234 допустим что-то под минус 0 минус 1 то ваше внимание на это не отмечется потому что она слабее чем это но если я вам дам что-то сейчас в жизни выше 1234 то есть 6 это вы увидели все что угодно какой-то катаклизм кто-то у вас заболел или вы выиграли миллион все для вас это ничего не существует это полностью рушится и ваше внимание в одну точку потому что она выше этих и от этого как раз все и самые крутые выражусь так трюки это иначе никак не назвать то есть в этом нет ничего сверхъестественного обычная наука и так и происходит открытие человека все это вот это элементарно это когда ты знаешь что человек это то же самое что вот у меня один знакомый не буду говорить кто со мной не очень приятно общался я его понял теперь почему это давно было а почему так происходило потому что вот я я нахожусь в своем мир те и у меня есть какие-то вот эти точки типа моя жизнь на которые трачу внимание считаю что это такая серьезная жизнь а он выше уровнем чем я и он мне звонит и говорит саша давай приезжай и когда я ему хочу объяснить что у меня дела еще что-то говорит заткнись приезжай это он делает не из-за того что это характер его он показывает свои эмоции он глуп и тогда нет он просто не хочет тратить свое время на объяснение всего хотя он понимает что это все такая мелочь которую я кручусь мое внимание очень низко сфокусирована на мелочи и он понимает что ему одним щелчком он все равно не это создаст если это же потеряю то есть это того не стоит у меня зовет в серьезный мир конечно мое внимание на это фокусируется на него что я в принципе забываю о своей какой-то жизни что у меня там что-то завтра ждет то есть мне уже все равно то же что будет завтра то что я встретился с этим человеком в его мире который эти 1234 настолько перевысил что мой мирок отдыхает в этом тоже очень большая сила по управлению людьми и потому как можно оказывать на них влияние также происходит процесс любви ну вот как он происходит есть допустим персонаж мужчина и женщина что происходит почему они начинают друг друга любить то есть любовь которая именно настоящие которые по первому каналу пытались доказать какой-то эйфории вот этот вот это ощущение что это происходит они все изучали эту формула любви а что происходит данный момент у этой женщины есть не те внешние факторы даже не внешние факторы не те точки что-то вот она стала ситуацией важнее чем его мирок она выше этого всего и также наоборот у него что-то есть что выше ее мир к и получается как они отделяются от всего этого для них перестает существовать время родственники работа да вообще наплевать на всех друзей вы от всех пропадаете просто и ваше внимание фокусируется друг на друге медитативное состояние состояние опьяненное ученые изучали что за состояние как же это происходит от чего же это они все не могут объяснить внимание и ничего больше а как когда у меня была вот эта эмпатия и когда еще маленький был книгу писал про людей которые болеют аутизмом слышали от этих человек дождя есть фильм там был такой странный человек который вроде гений а с другой стороны вроде не может существовать как раз нашим мире почему то что его внимание не тратится на этот бред его внимание собрано в одну точку и настолько собрано в одну точку что если он захочет сейчас обратить внимание на свет он будет настолько яркий и и он настолько бы то не осмотрел больше ничего не будет видеть только свет то есть у него внимание уже в принципе собрана вот даже ничего для этого не делает он даже не может его расфокусировать то есть получается как если я буду долго над этим мучиться я могу даже научиться вылечить этих людей. То есть, в этом нет никаких проблем, и это не физика. Ну, то есть, это не проблема не в физическом теле. Это все именно психика внимания человека. И получается как? Его внимание настолько собрано в одну точку, что он слышит звук. И он только слышит его. Он не слышит даже если, что вы мне не будете говорить, я вас даже не услышу. Моего внимания нет на вас. Мое внимание именно на этом. И оно настолько объемно и четко, что я прямо как будто стал этим звуком. И получается как? Что я даже когда с вами нахожусь и общаюсь или читаю книгу, почему у них сумасшедшая память, и они прочитывают книги и все помнят точно. Потому что у них 100% внимания сфокусировано на книге. Они отделяются вообще от мира. Они даже не знают, что они человек, как он выглядит, где находится и какая температура воздуха. Он даже этого не чувствует. Он просто берет и становится книгой. Полностью в нее погружается. Вот это внимание. В фильме Матрицы это показали. Показали более материально. Это еще для 97-го года. Это супер. И 99-го, не помню, какой год фильма. Там как было? Там показывают, что у Нео были приклеены присоски по всему телу. И от этого он увидел, что? Систему, Матрицу. На что он тратил свое внимание? На это весь бред. А потом что показывают? У него выдирают эти присоски. И он хопа и видит все. Как есть. Истину. Конечно, там показали все это более фантастически. Но к чему я это веду? А потом, когда его отключили, они же показывали ему программы разные. В какой программе можно поучаствовать? Так они что делали? Они заново брали присоску, вставляли ему, то есть подключали его. И внимание его подключалось куда нужно. Ну, стопроцентное внимание. Только уже не на это, а на что захотим. От этого почему-то он быстро выучивал все боевые искусства. Его внимание фокусировалось в одну точку. Хоп, и сразу заливалось это все. Вот и все. Там есть нюансы по поводу этого, по поводу внимания, которые как бы сейчас нет смысла объяснять. В плане того, что внимание можно открыть. Каждый. Ну, собирать в одну точку. Но я скажу так, может у вас внимание всего 40? 40. Ну, вот есть. То есть в вашей душе опыта, энергии, неважно как их назвать. Ну, вот у вас 40. И вот вы этим живете. И оно закрыто. Если я открою вам ваше внимание, то оно будет стопроцентное. Только ваши 40, они будут на 100%. Понимаете? И суть в том, что надо еще увеличивать. И чтобы они становились 100%. Получается как? Что моего внимания, допустим, скажу так, ну 50, ну 60, 80, неважно. Вот моего внимания 80. То есть моей души 80. Не 100, а 80. Поэтому, если я сейчас это все освобожу, свою душу, и сфокусирую внимание в одну точку, да, вот 100% внимания в одну точку, да, это 80. Только 100. То есть полностью свободная, но 80. А у кого-то я могу так же освободить, но у него всего душа 10. И это 10 у него и тратится на весь миру. Конечно, я отключу присоски, у него 10, если будут свободны, то есть 100% свободного, но это всего 10. Поэтому получается как, что один человек, у кого много внимания, и я ему его освобождаю, он сможет поменять вкус напитка. А у кого мало всего 10, я ему освобождаю, но у него хоть прогресс будет, он хоть задаст вопрос, а кто я, где я, зачем. У него появится качество, как уважать человека, чувства, то есть он хоть и животного начнет в кого-то превращаться. Но это тоже открытие, извините. Все люди по-разному развиты, но вот как это происходит. Какие еще вопросы? Что для человека значит семья? Объясняю. Семья – это самый удобный инструмент для системы. Почему? Ну, для Бога система, неважно, как мы будем называть. Потому что через семью можно очень хорошо оказать влияние на человека. То есть получается как, что семья – это же жизненные обстоятельства? Ведь ребенок, который появляется у какой-либо семьи, он появляется такой, какой должен пройти через жизненные обстоятельства, то есть через этих родителей. И также им ребенок дается такой, который на них должен оказать то влияние, которое они должны получить. То есть полностью взаимобмен, все заслуженно. У ребенка появляются именно те родители, которые должны быть, то есть жизненные обстоятельства. Также у родителей появляется ребенок, который должен для них жизненные обстоятельства которые они должны прожить пережить помимо этого семья также играет роль именно провокации мотивации человека то есть получается как вы же не знаете как система работает ее задача развивать вас и вы хотите сейчас улететь за границу а там вот катаклизма вам там нельзя быть и вот вы собираетесь туда улететь и вдруг я вас на ваш знакомый звоню вам говорю не лети и чтобы происходит данный момент я для вас не авторитет то есть ваше внимание не фокусируется на меня вы тоже меня не слышите не видите для вас не что и что делает система другие жизненные обстоятельства делает чтобы вас предупредить что вы туда не ехали допустим решает вас работы но а вы хопа все равно где-то взяли денег хотите туда поехать и что происходит и систему бог то есть так родители же есть не вопрос сейчас подошли родители говорят нет не езжай они же уже больше оказывает ли они чем все посторонние люди а вы все равно их не слушаете и что происходит система делает она такая все же взаимообмен этот еще парень хочет свалить от родителей а им нужно его внимание ну вот а ему нужно их внимание а сделаем так что пусть кто-то из них заболеет на время или что-то в этом роде что-то случится то есть все вот так материальная же не ценится развивается же душа и случается чипы и вы остаетесь и что происходит все такие проблемы с которыми люди ко мне обращались математика решается такой математика что берет человека говорит александра почему там у меня получилось так что горела дача там что-то отменилось что-то еще произошло еще что три говорю анализируйте анализируйте что на что вас это мотивирует что система то хочет к чему она вас ведет что произошло в этот день что вы стали как стали мыслить и что у вас отменилось и что новое возникло чак анализирует и говорит ну да я сразу как-то подумала о том что нужно сейчас родителям время уделить а ну да я сразу стала интересоваться там эзотерикой поэтому обратилась к вам а ну да я сразу в церковь пошла его значит хочет эта система если сейчас это выполнишь то сразу проблемы решатся человек сразу выполнять сразу решаются эти проблемы почему потому что человек уже добровольно понял если не понимает еще больше будет проблемы вот и все это это элементарно то есть получается как что человек если сейчас находится здесь ему нужно прийти сюда они сюда то этот человек что он делает просто находится любое его действие происходит не от того что он это захотела благодаря мотивации посмотрел фильм что-то случилось или хорошее или плохое где-то в жизни на работе может девушка как-то повлияло или друзья или кто обидел или на работе повесили повысили или еще что-то или путевка какая-то подвернулась дешевая от этого что от этого же человек делает действие он же делает от мотивации все равно всегда есть мотивация мотивация то есть бог но и что происходит человек благодаря мотивации он хотел двинуться сюда вот он сюда идет и получается как что этот человек когда сюда идет он идет сюда или добровольно он прислал умеет прислушиваться к системе или он не идет и он пятится и все разрывается он думает то сюда то сюда тут и поэтому его жизнь начинает пинать и тогда в этот момент я могу появиться и сказать стоп давай проанализируем что случилось г так и так я хотел допустим попасть туда а что-то вот не происходит и я начинаю опять возвращаться вот обратно а я такой говорю хорошо а какие мысли что возникли ну вот когда случилось это чп я сразу подумал о том что может правда жить не здесь а вот здесь я такое отлично если эти мысли появились а ты все с ними не соглашаешься и поэтому тебя уже месяц пинают согласись соглашается все проблемы решились но то есть надо научиться говорить с тем с богом системой конечно конечно иначе будут бить так же происходит и со мной почему в данный момент у меня сейчас реально с каждым днем идет все больше больше рост успех во всем вообще настолько что но это не назвать энергии это математика то есть я бы никогда бы не подумал там лет пять назад что я буду верить больше не в энергию какую-то и космос а в математику ну вот а на самом деле это так и почему математику потому что я знаю что система хочет и все это настолько происходит это то же самое что данный момент все что еще сделала ведь это же мотивация меня же смотивировала сейчас что-то на то чтобы я согласился с вами встретиться хотя мог не согласиться смотивировал на то что я писал книги смотивировал на то что я записал ролик и сказал о том что да это могу вам что-то сказать что-то дать это же все мотивация значит меня что-то смотивировало я не мог это просто так сделать Также меня смотивировало то, что я специально заставил человека остаться, который сейчас снимает это видео. Это же меня смотивировало на это. Что-то. А что смотивировало? Меня смотивировало то, что мне что-то мало, значит. Мне мало... Как же это назвать? Людей. Мне мало... Непризнание людей. Как это назвать? Мне мало то, что результат, который я от людей получаю. То есть, мне мало от них спасибо. Мне мало от них понимания. Мало. Я уже всеми способами стараюсь. Я себя показываю и крутым, и некрутым, и пацаном. Сейчас буду показывать совсем другим. И за границей буду себя как-то показывать. С иностранцами общаться. Я со звездами буду общаться. Потому что у них же внимание тратится, ну, фокусируется же на какую-то ерунду. От одного, допустим, до десяти. Следовательно, я должен побыть в каждом этом мерке, в котором они живут, на что у них фокусируется внимание, и создать в их формате ролик с той же информацией. Информация та же. Формат другой. Сейчас формат что? Он настоящий. Вы тот человек, который когда-то, так же, как и они сейчас смотрят, смотрели этот видеоролик. Вы пришли, нет никаких вопросов спланированных. Вы мне задаете вопрос, я вам отвечаю. Нет никакой цензуры, ничего там, вырезаться не будет. Взяли так ролик и выложили. Все начали комментировать, обсуждать и смотреть. И то есть, вот, я открыл, задавайте любой вопрос. Вот и все. То есть, вот. Это уже другая фишка. Это уже для других людей, которые, может, они живут в таком мире, у которых внимание не фокусируется на то, что я у доски. У них, может, какое-то отвращение к этому, от того, что они очень много учились в школе или в институте. А от того, что они сейчас увидят меня, допустим, здесь, и я вдруг в черном, а им не нравятся яркие цвета, они меня увидят. Ну, какая-то группа людей, у которых вот внимание именно фокусируется, да, именно вот на черную кофту. Вот оно, я их сейчас привлек, спровоцировал. Я же получил результат. Вот и все. Решение вопроса. Сразу же, вы говорите, сломать систему, поменять систему. К чему должны все прийти? Как это произойдет? Также приведу примеры. Я почему всегда примеры привожу на фильмах? Чтобы людям лучше можно было это представить, то есть, осознать, то есть, встать на это место. Поэтому привожу примеры из фильмов. Вот пример также фильм «Матрица», когда сидит с ним лысый мальчик и показывает ложку и говорит, что можешь ее согнуть. И говорит, что как бы это невозможно. И говорит, что делаю в тебе. То есть, получается как, что перемена-то здесь. Люди-то не понимают. Я им тысячу раз в видеороликах говорил, что правда много что будет, но они не понимают, что не ведитесь на материальные. Сакральный язык. Все немного иначе. Конечно, вы увидите мир другой, но извините. То, что вы сейчас видите, это так и будет. Мы теряем... Ну, то есть, планета Земля почти не изменится. Изменится она здесь. Просто кто-то будет дальше видеть ад, а кто-то будет видеть рай. Вот и все. Вот что происходит. По поводу системы, как ее ломать. Объясню. В данный момент... Что происходит? Время перемен. Была одна часть Земли, есть вторая часть Земли. У этой части Земли были, выражу так сакральным языком, ключом ключе от рай. То есть, что это такое? Это люди-боди. Неважно, боди, ангелы, да кто угодно. Это те люди, которые что? Кто есть Бог? Тот, кто что? Мотивирует меня. Нет. Бог тот? Вот, в данный момент, если вы можете оказать на меня влияние, то есть, меня спровоцировать или меня смотивировать, значит, вы для меня Бог. А если не можете, значит, не Бог. И получается как, что? Если у меня много людей, и я могу на них оказать влияние, то есть, их смотивировать, то есть, потолкнуть, сделать шаг вперед и так далее, то есть, я Бог для них. А для меня Бог тот, кто меня мотивирует. Вот как это происходит. И получается как, что? Если посмотреть Голливуд и всех звезд, а также посмотреть также на той части Земли, сколько фильмов, да, они все по всему миру, их валюта по всему миру, доллары, да, ну вот, ученые, айпады, айфоны, да вот это вообще все оттуда идет. Почему? А идет почему? Потому что это не просто так, это все заслужено. Так должно было быть. Идет как это люди, которые реально высокоразвитые. Они боди. Для всего мира. Они же оказывают влияние на весь же мир. Им дан инструмент управлять всем миром. Они знают, как управлять людьми. И что они делают? Они, у них внимание стопроцентное. И они своим вниманием управляют всеми. Они зарождают новое. То есть, что происходит? Им дается информация, они проводники. И они доносят всему миру. Майкл Джексон, бог. Битлз, бог. Боди. Это так и есть. И что сейчас происходит? Сейчас там все рушится. Это выключается, заканчивается. И переходит от России. И что произойдет? Сейчас люди, которые как-то мучаются, но интересуются. Кто-то уже почти к этому пришел, ему уже хорошо, а кто-то на этапе, что ему плохо, но он счастливчик, он к этому идет. Просто там разные этапы бывают. И происходит что? Что человек придет к тому, что он будет как Майкл Джексон, как Элвис, как Битлз, так я не знаю, какой-то там ученый, который там как Тесла. Вот кто он будет. И сейчас такие люди все будут именно русские. Они будут создавать все и оказывать влияние на весь мир. Вот и все. Это мы будем зарождать моду. Мы будем все-все-все зарождать. И суть в том, что получается не мир изменится. Да, власть сменится. Боги сменятся. И это самое интересное, что будет это как? Те люди, которые это все делали, Майкл Джексон и так далее, я все о нем повторяюсь, они не знали, кто они. Конечно, они всей этой информацией интересовались. Они очень много знали, но они все равно не понимали, кто они. Им не нужно было знать. Но они, можно сказать, они ангелы. Это и есть ангелы. И просто никто не видит и не понимает, кто это. А есть тот, кто самый главный. Это все контролирует. Так же и в России сейчас будет. Откроется целая куча людей. Пойдет все. Будем создавать и создавать. Бесконечно просто. Миллионы открытий будет. Прогресс. Да, сумасшедший прогресс со стороны России. И люди тоже не будут понимать, что они боди. Они просто будут понимать, что ну пошел успех, ну повезло, талантом, еще что-то. Но это будет очень глобально. И вот я привел пример, с чем можно сравнить, кем мы будем. Но это будет кто-то, кто будет это все контролировать. Вот и все. И мы уже будем оказывать влияние на весь мир, во что им верить, какими деньгами пользоваться или вообще не пользоваться деньгами. Ну вот. И на каких машинах ездить. И что есть модно, что не модно. Какие фильмы смотреть. Ведь фильм, это же тоже от Бога. Можно проанализировать даты 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 год. Какие фильмы показывают. На что людей мотивируют. Чем их провоцируют. К чему подготавливают к психологическому. Ведь тот человек, который создал фильм, он же часть системы. Он же тоже есть Бог. И получается как? Что это как природа. Это как снег выпал. Так же и выпали эти фильмы. Определенные на данный момент. На определенную данную нашу психику. Вот и все. И прошло очень много фильмов интересных, необычных. Разве было? Я скажу так. Нет, конечно, все фильмы всегда были фантастические. Но я скажу так. До 2000 года не было такого ажиотажа с темой Дети Индиго, экстрасенсы, способности, Конец света и так далее. Нет. Это вот пошло именно после 2000 года. Это глобально. А сейчас вообще я уже второй фильм вижу, где Кремль рушится. Тоже интересно. Никогда же фильмы не снимали, как в Москве катаклизм какие-то, катастрофы. Хоп, я уже смотрю, второй фильм. И хоп, и Кремль падает. Ну как так? Странно. К чему это показывают? Именно в этом году. То есть, переход там в 2011 на 2012. Ну так. То есть, это все природа. Та же фильмы, это природа. Та же то, что сейчас в мире происходит. Все это природа. Все есть живое. То есть, чтобы вам лучше было представить, это как лучка, которая оказывает влияние на все. И от этого все начинают как-то двигаться. Планета, там я не знаю, земля поползла, вода потекла, там замерзла, там это. И хоп, у этих человек, людей приспичило разрушать. То есть, пошла война. Это же тоже природа. Их же что-то смотивировало на это. У них что-то здесь заклинило. То есть, это все природа. И в данный момент там происходит изменение, которое оказывает влияние на вот, где мы находимся, на все живое. И вот происходит процесс. Перемена. Вот это сейчас меняется. Но вот в данный момент, я зная эти все правила, прогнозы, я встал в хорошее место, которое мне было как бы предназначено. Вот я на этом месте сижу, я не сопротивляюсь. Я знаю прямо, от а до я. Та же когда конец будет. Я это делаю, я знаю, что я же работаю на систему, я же работаю на Бога. А моя задача какая? Обхватывать определенную аудиторию людей, отделять их от внешних факторов, открывать их внимание и делать из них создателей. Вот и все. А почему я так делаю? То есть, все же думали, система это плохо, нет. Почему? Система, она и есть система, она нас развивает. КОНЕЦ, Продолжение следует...